Боже, слава Тебе, милосердный, хвала Тебе, Велика милость Твоя к нам, Господи, Долготерпеливый и многомилостивый по сети болящих Сергея Парализованного, Анастасия, Анастасия, И всех именно Ты знаешь, утиших Твоим присутствием. Хвала Тебя, наш Господь, за это место. Если бы не враждующие против нас, у нас ничего бы этого не было. Как велика Твоя милость. И благослови на добрые дела всех в Роспотребнадзоре. Это они нам помогли. И Ты дал нам возможность смириться. Слава Тебе. И сегодняшние гонители Максима в интернете. Благослови. Откроем истину Твою священству. И всем засловящим. И в судный день не помяни их безумия. Тебе, Боже, слава, Отечественный Святой Дух. Аминь. Аминь. Чтобы не было никого. Там, говорит, Никита кривляется. Чтобы никого не было. Как у Никиты кривляется, я не знаю. Ну, не нравится. Так, я сейчас сообщу в администрацию, чтобы его не ужимали. Хорошего качества, чтобы было. Ужатый уже не так. Я сейчас посмотрел. Дядя Вова записал. Ну, я примерно сказал, как записывать. И поставил. Очень хороший. Очень поучительный. Прямо трогательный. У нас записано это было. С темикратным день. С поклонами. Вот это. Люди-то вообще ничего не знают. Я посмотрел, как ты ребятишек там с цирковым номером готовишь. Они бегают лежать. А один сижу и смеюсь. Это в интернете там курорт будет. Ребятишек будут присылать тебе. Вообще. Знаете, как они бежали. Это отстает. Потащи. Тащи. Ёжики эти все, шишики. Это интересно, конечно. Это надо быть специалистом. И чтобы здесь. И главное, что это никакое не издевательство. И родители здесь. Ну, цирки готовят. Это с детства. Циркащи настоящие. Какие таланты у нас. Вообще удивительные. Как они встают лежать. Как они бегут. Вот сейчас. Ну и вы попали в интернет. Вот это здорово. Как вы лежите и ягоды дали. Передние, говорит, и задние. Это Вова придумал. Я думал, нет. Ну, Вова. И эскипаку от тебя от людей будет. Прямо как берем. А я знать еще не знал. Я выглянул я-то. Ну, думаю, на той стороне машины. Они там ухлестываются. А они легли. На ягоды. На ягоды прям. Там все примято. Я говорю, как будто в зоопарке слоновик. Разрушили. Выбежали. Слонята упали. Подавили-то сколько. И батюшка как там благословляет. И видно, Виталия заказ поступил. Чтобы ты на кучу залез и тебя сфотографировал. Документы. Где колешь? Батюшка говорит. Его сфотографировать на куче надо. Где ты там на колоку. Так старайся. Я подойду к тебе там сниму. Это настоящая работа. Это уже не игрушка. Куча-то выше роста. Вот сейчас так я не успел все на дом разбазарить. Но интересно. А вот не будьте этого ничего. И мы бы на кое-что и не подвигли. Так люди-то смотрят. Каждый день. И главное Златоуст поставил. Ноль. Ни одного нет просмотра. Ни одного. Дальше там что-то такое наше. Где-то девяносто уже просмотров с утра. Ну ясное дело, что Златоуст важнее. Там проповедь считает Златоуста в храме. А другой я насчит одинаково. Ноль. Но проходит день-два. Пять человек, десять, пятнадцать. А это уже что-то. Мало того еще и тиражируют. А здесь, когда я сказал, говори господи, слушай, это раб твой. Володя сказал, как и он там медленно-медленно провел. Все надписи показал. Вот. И как это вообще-то прекрасно. А где же отрок-то был? Собакой занимался. Опоздали с собаками, да? Собакой занимался. Ну ладно, так успевать надо. Сергей Павлович ему выговор сделал. Он с ней не гулял. Он говорит, иди гуляй. Кто? Нестор выговор сделал Сергей Павлович. Что он с собакой не гуляет. Правильно. А Сергея Павловича худому не научишься по собакам-то. Надо смотреть. Вот так. Ну садимся за стол. Развеселили вы нас с собаками. Вот они супы. Помидоры. Они сейчас постные. Эта еда. Пять и среда. Что тут они нужно делать? Ну вот я смею. Что-то здесь. Это лук. Это мне отдельно помидоры. Потому что делать когда винегнет. Я его не ею. Ну и суп постный. Сегодня растительное масло положено почти. А? По уставу растительное масло положено. Нет? Вы смотрите, да? Вот смотри натер. Это что такое? Наверное. Капушка. Кочарешка, да? Это натертая морковка. Ну дальше что? Чай. С чем это чай? С какой? Ты правой. С мятой. С листом липы. Да. С листом липы. С листом смородины. Вот. А этот, который не натертый. Зубы есть и морковочки. По порядку. Смотри сколько морковочек лежит. Так. Виталий. Ты еще не успел в прошлый раз. Сейчас будешь успевать? Тогда все ешь подряд. А то он еще не успел в прошлый раз, когда выходили. Я вижу кусочек лежит, рыба. Это все отметаем. Больше не получится. Чтоб ты вошел в норму. Сейчас он ходит. Простое лекарство. Приезжают психологи, профессора. Говорят, а где вы учились? На них я просто внимательно смотрю. Надо успевать. А который не успевает. Он с этой чашкой до обеда будет ходить. И купается с чашкой. Где бы не было. Все. Как бабка отсутала. И ты здесь. Но это можно было привезти мне. Или гальяжку. Рыжая. Это сидит прямо у меня. Вон в мешочке. А. А. Сейчас, минутку подожди. Так это уж насмешка какая-то. Рыжая. Одесса. Одна головка. Одна головка. Одна головка. Она сейчас будет искать. Там на столе мешочек лежат. С рыбкой. Та. Она приходит сюда. Та. Я ложку свою прячу. Это вот когда в лагере идут. Ложка всегда у тебя щепочет в кармане. За голенищем. Та. Ну все. Господи. Не следите. Помилуй нас. Помилуй. Глеб. Сами пей. Зелень сюда подавай. Зелень. А что в зелени у нас? Повторите. Огванчик. Лопух. Крапива. Укроп. Щавель. Лук. Чеснок. Лук. Вот видишь как мелко накрошили. Ну я туда ложку. На. По порядку. Себе лупы все наложите. Это наш утренний завтрак. В среду. Маленько. Для глаз. Помаленько. Молочи двое. Самый маленький. Откармаем. По малейности. И давай что молоко. Поехали. Второе. Сильное. Топ. Теп. Киян. Доедайте. У нас есть морковка. У нас морковка есть. Доедайте. На второе горошнице с салатом, на четвертая халва. На второе горошнице с салатом, на четвертая халва. Слышал? Благодарю. Какое у нас утро богатое сегодня. И записи были, и беседы, и члены слова Божьи. И собачьи прогуляли. Рыжа, нет ничего больше?